Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Дайте нам газ. Почему жители Хасавюрта пошли на штурм офиса «Газпром» насмотреться через минуту? Арест автомобиля за неуплату налогов. В столице республики проходят рейды по выявлению злостных неплательщиков. С любовью и заботой в детский дом представители строительной фирмы «Рич Хаус» решили сделать доброе дело. Жители Хасавюрта штурмуют здание местного отделения «Газпрома». Поводом для решительных действий стало отсутствие газа в домах людей на протяжении нескольких недель. И это, как утверждают местные жители, несмотря на то, что абонентская плата производилась ими ежемесячно. Известно, что на место инцидента к протестующим подъехали полицейские и людей удалось уговорить разойтись по домам. Информацию никак не комментируют в администрации города. В Дагестане самые острые проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов. Такие данные приводит Минприрода России. Кроме нашей республики в число регионов-аутсайдеров вошли еще 15 субъектов страны. Федеральный министр природных ресурсов рекомендует обратить особое внимание на деятельность региональных операторов. Дмитрий Кобылкин уже направил на имя глав и губернаторов субъектов предупреждение о необходимости принять исчерпывающие меры по исправлению ситуации. Дальше проезд только после оплаты. В столице республики идет борьба со злостными должниками. Представители судебных приставов, налоговой службы, работники администрации и сотрудники ДПС вышли на совместный рейд. Несколько автомобилей даже пришлось арестовать за долги. Свидетелем дорожных баталий стал наш корреспондент Камиль Девятов. Долг платежом красен, а тех, кто избегает этой процедуры, ждет иная форма – конфискация имущества. За один только час на проспекте Петра Первого судебными приставами были арестованы два автомобиля злостных налогонеплательщиков. При проведении данных рейдовых мероприятий граждане имеют возможность оплатить не только за должности по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, но и по другим категориям исполнительных производств, в том числе платежей за топливную энергию, газовую энергию, электроэнергию, ну и, конечно же, кредитные платежи. Должников вылавливают прямо на дорогах. Работают приставы совместно с сотрудниками ГИБДД. Помогает им в этом система «Андромеда», которая с помощью камер из огромного потока автомобилей выявляет тех, у кого имеются задолженности. На данном участке мы проводим совместное мероприятие, рейдовое мероприятие с сотрудниками органов ДПС, судебными приставами, сотрудниками налоговыми службами. Мы выявляем налоговые нарушения, которые относятся к налоговым законодательствам должников. Рейды, проводимые сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по взысканию задолженностей, будут проводиться регулярно, сообщают в управлении. Камиль Девятов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Мир не без добрых людей и о хороших поступках нужно знать. Представители строительной фирмы «Ричхаус» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Махачкалы. Сотни детских улыбок ожидали гостей в стенах интерната. Алина Багилова с подробностями. Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть счастливым. Если рядом есть любящие родители, это все осуществимо. Но есть, к сожалению, случаи, когда волею судьбы ребенок оказывается в детском доме. И очень важно здесь внутри создать детям тепло и ют, которых они по разным причинам были лишены. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних именно такой контингент детей. Здесь стараются в меру сил и возможности помогать своим подопечным. Благо, есть люди, которые в этом их активно поддерживают. Накануне центра посетили представители строительной компании «Рич Хаус». Так, дети, дети, мы теперь можем даже посмотреть презентацию разных уроков по ноутбуку. Спасибо! Разрешите вручить благодарственное письмо генеральному директору Амарову Сайгиду Магомеду Басировичу за оказанную помощь. Мы очень вам рады, чтобы у нас появился такой спонсор, друг, товарищ, к которому мы можем обратиться в любое время. Спасибо вам большое, вам и вашей команды. Наша религия нам велит, чтобы мы стремились, так сказать, обгонять друг друга в благих намерениях, так сказать, в благих деяниях. И что касается этого места, то чужих детей нет. И именно поэтому мы решили своим маленьким примером преподнести, так сказать, масса, чтобы все люди стремились к этому. Хочу сказать большое, встретили компания «Рич Хаус» за акцию, которую они провели, за подарок, за внимание к этим детям. Вы, наверное, видите, как они общаются, что детям необходимо внимание и забота, потому что они должны социализироваться в обществе, найти свой дальнейший путь. У каждого ребенка свои желания. Такие наивные и простые, с легкой печалью и добротой. Я даже не знаю, что сказать. Я пожелаю бы здоровья моей бабушке, которая трудится там в своем селе. И еще моему дедушке тоже. Ну, всем в окружающей среде, которым мне родны, тетя, дядя, все я им пожелаю здоровья, даже чужим людям. Наверное, забота от отца. Когда мне было 9 месяцев, мама с папой развелись. Что тебе больше всего запомнилось в новом году? Что я провела этот праздник с семьей. Я хочу куклу Оу с такой сумочкой, которая ее распакует. Я такое хочу. Я так хочу, чтобы снег посолил и елка была. Они лишены самого главного в жизни – семейного уюта и теплоты. И задача общества – активно помогать таким детям. Ведь ничего особенного и невозможного они не просят. На частичку внимания и заботы ребенок всегда ответит доброй улыбкой. Алина Багилова, Тимат Норичуева, телеканал ННТ «Махачкала». О духовном наследии мусульман России в решении актуальных проблем современности говорили участники богословской конференции в Махачкале. Участие в ней приняли более 300 человек. Среди них духовные лидеры, общественники и студенты регионов России и зарубежья. Подробности у Хамзы Нурмагомедова. Перед участниками этого заседания выступили религиозные и политические деятели, представители Федерального агентства по делам национальности и вузов страны. Эксперты уверены, умение пользоваться богатейшим духовным наследием поможет сохранить нравственное здоровье нации. Сегодня перед российскими мусульманами стоят стратегические задачи по сохранению межрелигиозного и межнационального мира на территории Российской Федерации, а также создание положительного имиджа традиционного ислама. Для решения этой задачи проводится конференция. Ученые-богословы и представители научной интеллигенции дали практические знания молодежи. Откуда черпать знания, как отвечать на провокации, как вести себя с людьми другой нации, расы и конфессии. В тех или иных случаях, когда неразбериха какая-то, недопонимание, наступление фитны, то есть обязательно люди должны обращаться к ученым, потому что они, обладающие знанием, ученые, говорят, знают фитну во время его наступления, а люди его не знают, кроме как только узнают потом. В Махачкалу приехали студенты религиозных учреждений, духовные лидеры из региона в России, а также гости из Азербайджана, Йемена и Египта. Зарубежные делегаты признаются – получили новые знания и намерены применять их на родине. Очень понравилось. Мне в дальнейшем хотелось еще раз приехать к вам. Данную конференцию организовал Дагестанский гуманитарный институт. Удалось это в рамках федеральной программы по подготовке специалистов с углубленным знанием культуры и истории ислама. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Дагестанец Магомед Магомедов стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо. Турнир накануне завершился в Южной Корее. Магомедов, представляющий московский клуб «Самбо-70», был вне конкуренции в весовой категории до 90 кг. Для победы спортсмену потребовалось провести четыре поединка. В финале уроженец из Кизлюрта одолел соперника из Монголии. Таким образом, Магомедов повторил свое достижение годичной давности, где стал первым на соревнованиях в Бухаресте. По итогам чемпионата мира сборная России в трех разделах самбо выиграла 20 золотых наград из 27 возможных. Это были все новости к этому часу. С вами была Хадижа Курбанова. Оставайтесь с нами на ННТ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин